Святая Земля, в течение многих лет являвшаяся одним из главных направлений, выбираемых туристами и паломниками, остается закрыта для путешественников с тех пор, как пандемия вышла из-под контроля в марте этого года. Пользуясь конференцией Zoom, Патриарх Иерусалима рассказал о том, чего ожидать от Рождества при коронавирусе на Святой Земле. Паломников нет, поэтому людей будет меньше, чем обычно. А также не все христиане могут переезжать из города в город, так что количество посетителей будет очень ограничено. Из-за вируса, из-за пандемии многие здания закрыты, в том числе и церкви. А в открытых количество посетителей ограничено в зависимости от размера помещения, так что это будет очень скромное Рождество. Поскольку тысячи семей остались без работы из-за пандемии, католическая церковь и другие христианские организации создали сеть для их поддержки. Например, община в Галилее сильнее, чем община в Палестине, поэтому они поддерживают друг друга едой, деньгами, стипендиями и так далее. Мы создали гуманитарные фонды и пытаемся поддержать семьи, предоставляя товары первой необходимости. Несмотря на политические и религиозные проблемы в регионе, а теперь проблемы со здравоохранением, патриарх Иерусалима находит надежду в приверженности и братстве между людьми в трудные времена. Но мы должны сопровождать наши слова надежды, жестами любви, солидарности и близости. Мы не можем претендовать на то, чтобы изменить мир. Мы должны работать в том контексте, в котором мы находимся постепенно. Хотя место рождения и родной город Иисуса останутся более пустыми, чем обычно, традиционное рождественское место в Вифлееме состоится и будет транслироваться онлайн. Это еще один знак надежды на то, что дух Рождества остается. Субтитры создавал DimaTorzok